Итак, коллеги, сегодня мы начинаем очередное заседание нашего семинара. Сегодня у нас докладщик из Института физики высоких давлений, имени Мереща Зиндаконения НО, Владимир Владимирович Брашкин. В Институте физики высоких давлений имеется базовая кафедра. В частности, это проблем физики и энергетики. Это кафедра физико-компенсированного состояния в астрономальных условиях. Так, соответственно, обращаю ваше внимание на это. Ну, не буду забирать вперед про темы сегодняшнего доклада. Это Владимир Владимирович очень меня скажет. Я уже некомпетент. Я сейчас вот, наверное, объявлю, что у нас будет в следующий раз. В следующий раз у нас будет докладчик из ближайшего забора. Оно занимается, вообще говоря, достаточно интересными вещами, связанными с высокоточным оружием. Их основная продукция – это зенитная ракета для комплексов. Это «Букан», «Кошмир», «Шти» и тому подобное. В общем, докладчик Борис Ханикович Салатов, доктор технических наук, расскажет про это предприятие и чем оно занимается. Он говорит, что может быть даже придет не один, а с коллегами. Значит, соответственно, я, как обычно, пускаю список для записи присутствующих и какое-то количество объявлений о следующем заседании. И, опять-таки, кому интересна будет сегодняшняя тема, не забудьте в конце подойти и высказать желание с этой реферой. Мне очень приятно выступить перед вами, поскольку я сам заканчивал проблемы. И было довольно давно, и с тех пор я лекции «Тискехно» читаю, но только на базовой кафедре, а здесь в «Долгофлодном» рассказываю, что-то первый раз, поэтому у меня такие ностальгические чувства вливают. Кстати, когда я экспериментатор, и последние 15 лет даже больше администратор, я замдиректор института, то у меня никаких формул умных не будет, и вообще ни к чему я изучить не собираюсь. Хочу показать, что есть какие-то интересные вещи, как элемент физики, как элемент общечеловеческой культуры. Ну и те вещи, про которые я буду рассказывать, они находятся, в общем, на острие физико-института состояния, то есть они стали активно исследоваться только последние лет 10, ну реально там, может, 20, но здесь наиболее интенсивно, и наша группа в этом принимала активное участие. Поэтому у меня в основном будут такие махания руками какие-то, и какие-то картинки непонятные. Ну я буду пытаться что-то говорить. Вот, кстати, когда была первая лекция по механике, вот у нас Капиксовик, который читал механику, ну, его часто замещал, там, забывая пешком. И вот он на первой лекции сказал, что несмотря на то, что какие-то самые сложные проблемы это вот микромир, да, или там вот астрофизика, то есть там гигантский мир, значит, элементарная частица, там темная энергия, темная материя, и так далее, они смыкаются. Но тем не менее, вот в обычном нашем мезомире есть проблемы описания неупорядоченного состояния. Так я сказал, что вот физики жидкости как таковой нет, ее теоретики не любят. Вот, ну, экспериментаторы, так сказать, может быть и любят, но как-то вот невзаимно. Поэтому мель когда-то как-то запал, я тогда не думал, что придется заниматься много непорядочными системами, тем не менее, это оказалось так. В чем основная проблема, значит, основная проблема, ну, две проблемы по поводу жидкости. Значит, первая, чисто теоретическая проблема, что в физике жидкости нет малого параметра. То есть, как, если мы рассматриваем кристалл, коммунистированную среду, кристаллическую решетку, то там понятно, что есть масса малых параметров. То есть, скажем, кинетическая энергия, там, движение атомов много меньше, чем энергия связи между ними. Там, скажем, энергия фермерской электронов много больше, чем энергия пилипани и так далее, так далее, так далее. Ну, в газах там тоже, значит, фактически у нас кинетическая энергия, а все взаимодействие — это поправки, можно по теории возмущений что-то сделать. А в Эппосте все величины сравнимы, теоретически это не любят. И когда я еще будучи в аспирантуре занимался, значит, жидкостями или расплавами, у нас был директором тогда абрикосов, значит, ныне Ногиевский, он потом уехал в Америку, он мне сказал, Вадим, ну и что это, какая-то химия вообще, вот, ну что там, жидкости, бензин какой-то, там, нефть, вообще это как-то неинтересно. Хотя, вроде бы, есть жидкий аргон, там, жидкий натрий, вроде, почему? Чем они хуже, чем твердый натрий или твердый аргон или твердый гелий? Ну, немножко повезло гелию, это, значит, физика сверхтекучей жидкости, там, как-то еще более-менее, там, теоретики любят, а все остальное, в общем, это не их прерогатива. Ну, второй момент такой, который усложняет физику непорядочных средств, это отсутствие дальнего порядка, потому что, значит, что такое кристаллы? Кристаллы, это вот есть дальний порядок, есть определенный класс симметрии, и вот, если решетка идеальная, то мы можем до бесконечности сказать, что там будет, а, значит, существование симметрии и дальнего порядка сразу накладывает, так сказать, ограничение на возможные симметрии, там, электронных состояний, колебательного спектра, упрощает картинку, то есть, можно сразу сказать, так сказать, вот, что это вот все будет, вот, набор вот таких-то волн, вот с таким-то периодом, или с ум, и так далее. А есть система неупорядоченная, то есть, вот, как жидкость или стекло, то есть, с одной стороны, вроде она твердая, да, так сказать, стекло, или вот конденсированная, как жидкость, а с другой стороны, дальнего порядка нет. Ближний порядок какой-то есть в окружении атома, по дальнего порядка нет, так сказать, вот, то, значит, нет соответствующих теорем, то есть физики твердого тела, кто знает, используется теорема Блохо активно, а здесь все курсы, да, с первого или только младшего? Давайте спросим, кто здесь с первого курса? Есть младший, есть по старому. Кто со второго курса? Прекрасно. Кто с третьего курса? А, ну вот, здесь набор. Дмитрий. Значит, хорошо. Ну, сначала буду стараться для пешеходов. То есть, обычно считается, что, то есть, как принято считать, что жидкость – это что-то такое типа газа, только плотная. Это со школы нас портит. Говорят, что вот она, в общем, похожа как газ, потому что форму меняет, но вот она, в отличие от газа, несжимаема. То, что она несжимаема, тоже людей сильно путают со школой. Потом все почему-то считают, что вот кристаллы как-то сжимаемы, а жидкость вообще не сжимаема. Хотя жидкость сжимается легче, чем кристалл. Ну вот, не поменьше. Значит, ну, во многом жидкость все-таки больше похожа на кристалл, чем на газ. Значит, во-первых, при плавлении кристалла, когда переходит жидкость, все свойства меняют совсем немножко. Плотность там на несколько процентов, скажем, там, если это плавится какой-то металл, это сопротивление тоже там на несколько процентов. Все магнитные свойства очень слабо меняются. То есть, вроде бы как изменения достаточно слабые. Это означает, что во многом как бы вот кристаллическая решетка сохраняется, а дальнего порядка нет. Что это означает? Это означает, что существует друг к себе определенный тип ближнего порядка. То есть, атомы не просто как в газе, где-то там свободно болтаются, с равной вероятностью могут занять. А вот есть у нас какой-то характерный какой-то ближний порядок. Вот, например, три соседа у этого атома, три соседа у этого. Но одновременно все эти карты как-то мигрируют. Атомы иногда прыгают, что дает возможность какой-то текуческий быть. Но, тем не менее, вот есть характерный такой вот ближний порядок. Если этот ближний порядок мы охладим, он заморозится, жидкость называется, переходит в стекло. Ну вот, кстати, Ноберевский вариант Андерсон достаточно известный. Вот он считает, ну, кстати, вместе с Гюнсом считал, что самая главная проблема физики 21 века – это вот не темная материя, темная энергия, а вот объяснение перехода жидкости к стеклу. Как казалось бы, совершенно тривиально. Вот жидкость охлаждается, вескость нарастает, переходит в стекло, а теоретическое описание хорошего нет. Да, значит, вот стекло – это просто, будем считать, такая замороженная фотография жидкости, где уже атомы практически не прыгают, а в жидкости они достаточно часто прыгают. Если жидкость вязкая, прыгают по-верху. Если жидкость не очень вязкая, прыгают почаще. Вот если у нас совсем высоко температура, можно сказать, это такой квазигазовый, плотный газ, что называется, как вот в модели Вандервальс рисовали плотный газ. Но вот сейчас хотелось бы мне просто остановиться на том, что в жидкости есть определенный тип ближнего порядка, и она вполне похожа на креста. Значит, теперь я хотел показать картинку для начала, а дальше будут все картинки экспериментальные, которые будут для вас скучные, поэтому их буду просто листать. Я никакой специальной лекции не делал, но, может, какие-то картинки вас интересуют. Вы можете мне прерывать в любой момент, и поскольку я очень много знаю про стекло и жидкости, вы можете просто спрашивать про стекло и жидкости, не обязательно под давлением или без давления. Я хотел напомнить, как выглядит фазовая диаграмма. Обычно фазовая диаграмма, ТП фазовая диаграмма, здесь температура, здесь давление, иногда рисуют наоборот, сюда температура, сюда давление. Ну вот на фазовой диаграмме, как вы знаете, со школы присутствует три состояния, газовое состояние, два конденсированных, жидкое и кристаллическое. Линии, разделяющие эти фазы, это линии фазовых переходов первого рода. Фазы перехода первого рода, значит, это скачки первых производных термических потенциалов, а именно, что у нас там меняется плотность, скачок на тропии, значит, есть тепло разделение, тепло соглашение в зависимости от того, куда мы идем. Ну и дальше линия жидкость газа оканчивается кристической точкой, кривое плавление, вообще говоря, идет на бесконечность, если мы пока не досматриваем квантовый эффект. Но это все фазовые переходы, да, еще раз повторюсь, первого рода. Но оказывается, что в самом кристаллическом состоянии также возможны различные фазовые переходы и первого и второго рода. Я говорю сейчас о фазовых переходах первого рода, то есть это полиморфные переходы. Полиморфные – это значит изменение формы. То есть была одна, один тип решетки стал другой, и вот тут просто приведена такая абстрактная фазовая диаграмма. Значит, первый кристалл, значит, давим там переходит в следующий тип кристалла, подогреем, вот там еще возим, там даем еще и так далее. Ну, значит, принцип фаз гипса у нас, возможно, трактура тройная и выше для однокомпонентной системы. Ну, а вот, значит, соответственно, линии равновесия – это линии равновесия терминомических потенциалов, в данном случае, кристалла гипса. Ну, вот тут для примера просто напомню, я напомню, что существует этот классический переход графит-алмаз, значит, вот у нас температура давления, значит, стабильной фазой или модификацией у нас углерода является графит, то есть у него самая маленькая энергия, самая низкая. А если мы будем давить, самая низкая энергия будет у алмаза, потому что он плотнее за счет вклада ПВ у нас происходит переход графит-алмаз. Но при низких температурах он кинетически заморожен, потому что нужно образоваться зародышем и вырастить, поэтому нужно подогреть. Значит, вот мы давим там 50 килобарт, греем 1500 градусов, он перешел в алмаз. Значит, если потом охладим и сбросим, то он не переходит назад в графит, потому что обратный переход тоже кинетически заторможен, и алмаз живет 10-40-й лет, вот лежит на столе, теперь ничего с ним не происходит. А если подогреем алмаз, он, конечно, сгорит есть на воздухе, а если в вакууме или в инертной среде, то он перейдет назад в графит где-то при температуре чуть выше 1000 Цельсия. То есть просто обратный переход – это метастабильная фаза. Но мы привыкли, что есть такие понятия метастабильные фазы, опять же из школы, ну и вот там может быть в классных курсах, как там перегретая жидкость, переохлажденный пар, но это все существует обычно наносекунды. А в твердых телах метастабильная фаза может существовать практически бесконечно долго, поэтому с ними работает как с нормальными фазами. Вот лежит алмаз, мы можем его изучать, все его свойства, так сказать. По крайней мере, это нормально. Да, ну вот я тут напомнил, значит, еще раз, что такое фазные переходы. Вот ради интереса хотел показать какие-то что… реальные вещества. Вот, например, вода. Значит, вот эта вот жидкая вода, ну, критическую точку кипения я не показал, обрезался там на одной атмосфере, а вот дальше у нас кристаллические модификации разных льдов. Вот только нормальный лед имеет отрицательный наклон линии плавления под давлением, то есть с ростом давления температура понижается, что, кстати, не является причиной того, что коньки скользят. Это, так сказать, тоже миг такой сошколы. Там же, если вот вы рассчитаете, какое давление, стоя на коньках, там на лед вы получите там всего несколько десятков атмосферы, появится там на одну десятую градус температура плавления, поэтому никакого жидкого слоя под коньком нет. И, кстати, трение коньков об лёд тоже не является причиной того, что коньки скользят. Что является причиной того, что коньки скользят, кто знает? Никто не знает. Ну, тогда я не буду говорить. Значит, да, на самом деле, является такое, так называемое, поверхностное плавление. То есть у всех твёрдых тел при температуре плавления несколько слоёв атомов последних на поверхности, они находятся в квази-жидком состоянии. Вот в случае льда это достаточно много слоёв, 5-7 слоёв. И вот такое поверхностное плавление льда, оно где-то минус 40-45 Цельсия. И всего 5 слоёв таких квази-жидких, что обеспечивает скользкость маленькой в центре льда. А вот, кстати, при минус 50 лёд почти не скользит, поэтому если минус 50 где-нибудь там в Антарктиде или в Арктике, то вот лёд он такой, по-моему, сухой. Да, так вот, вот такие вот фазы у льда, их много. Вот здесь я нарисовал 8, а на самом деле их известно уже 13. То есть это фазы и модификации, это просто разные кристаллические решётки. Да, как я нарисовал, там была решётка графита и алмаза. Просто напомню, вот у алмаза каждого атома углерода 4 соседа, у каждого атома углерода в графите 3 соседа и плоскости далеко друг от друга. То есть это разные типы упаковки атомов. Вот также в H2O разные типы упаковки атомов. То есть вот здесь у каждого кислорода там сидит по два водородика, это молекулы, и каждый кислород окружён четырьмя кислородами, то есть так же, как вот в алмазе или вот в карнизёме. А вот у этой фазы уже 8, то есть это такая как бы объемноцентрированная решётка. Дальше там есть лёд 10, 11, дальше он переходит в структуру типа поваренной соли, типа натрий-клород становится супер-уонным при давлении к миллионам атмосфер и так далее. Но вот тем не менее, просто показать, что вот сложная фазовая диаграмма, много кристаллических модификаций, если мы меняем давление и температуру. Я, кстати, хороший роман Курта Ванегута «Колыбель для кошки» не читал, никто? Читали, да? Вот там замечательная, значит, есть фаза лёд-9, но в то время, когда Ванегут писал роман, было известно 8 фаз льда, поэтому он гипотетически предложил, что вот где-то там есть лёд-9. А как вы видите, вот у нас кривое плавление, да, то есть вот дальше она растёт с давлением, и вот при давлениях 20 кБ, достаточно маленький давление, 20 тысяч атмосфер, уже плавится лёд там при температуре 70 Цельсия. Ну а там при 100 кБ, это обычное давление, при которых я работаю, там он плавится уже, скажем так, 500 Цельсия. Бар – это примерно одна атмосфера? Бар – это, ну, с нашей точки точки, это вообще одна атмосфера, да. Значит, мерить всё в килобарах, то есть тысячи атмосфер, либо в гигапаскалях, один гигапаскаль – это 10 кБ, то есть 10 тысяч атмосфер. А мегабар – это, значит, миллион атмосфер. Ну, так просто давление, поскольку мы занимаемся давлением, я про них не стал говорить, значит, давление на дне океана 1 кБ, дороже аж там на каждые 10 метров по атмосфере. В центре Земли 3,5 миллиона атмосфер, 3,5 мегабара, ну, где там, в центре Питера… Какие давления считаются высокими? Вопрос для чего? Вот это я обычно, когда читаю на базе, так сказать, когда читаю давление, вот я как раз спрашиваю, смотря для кого они высокие. То есть для меня, вот если меня сжать, там мне, в принципе, 100 атмосфер хватит, чтобы там меня раздавить, так сказать, вот и так далее. На самом деле вопрос хороший. Я, к сожалению, делаю лекцию не по давлению, а по жидкостям, но поскольку это действительно… Вы все-таки физики, а я буду всякую ерунду химию считать, значит, поэтому я расскажу, как вообще работать с давлением. Все знают, что давление такое F на S, да, но с другой стороны термодинамики это DE по DW с минусом, значит, ну и, соответственно, у нас получается, что фактически это плотность энергии, да, то есть энергия, отнесенная к объему. Какие характерные энергии есть вот на атомном масштабе? Это у нас, что у нас? Атомная энергия, это что, характерная? Постоянная планка. А? Постоянная планка, но это она не всем энергия, значит, она размерность имеет другую. А вот чтобы была размерность энергии, у нас есть… А? Рильберг. Рильберг, есть, совершенно верно. Есть рильберг, значит, соответственно, если мы один рильберг отнесем к объему, характерный объем – это Боровский радиус куби, то это будет так называемое квантовое давление какое-то. Вот. Это будет M4, EF10, H8, то есть сюда тут константа входит. Ну, если посчитать, сколько это будет, оказывается, что это где-то 300 мегабар. 300 миллионов атмосфер. Вот. Это означает, что при давлениях выше сотен мегабар, как бы все… То есть, вклад давления становится сравним с взаимодействием кулоновским между ядрами и электронами. И при давлениях выше сотен мегабар все вещества становятся скучными и похожими. Если Пенделеев там жил, он бы периодический закон не открыл, потому что там все свойства веществ фактически монотонно от атомного номера. То есть, нет никаких осцилляций по заполнению. Все электроны выдавились, все вещества стали металлами, с ОЦК-решеткой. Такая вот электронно-ионная плазма, совершенно скучная. Дальше там снова будет интересный эффект через 8 порядков по давлению. Там начнут захватываться… Ядра начнут захватывать электроны, и будут образовываться нейтронные звезды. Дальше будет еще интересно, так сказать, будут образовываться там белые карлики, потом черные дыры. Могу потом про это порассказывать, но не сегодня. Сегодня такая скучная вещь. Да, ну вот эти мегабары, они сразу говорят о том, что такое высокие. То есть, все фазовые переходы в твердых телах, вот в кристаллах простых, это диапазон 10 килобарр-10 мегабар. Вот это мир, который интересует физиков высоких давлений. Значит, в химии набор энергии, он потоньше. И все химические реакции, особенно в органической химии, это, грубо говоря, килобара-100 килобарр, так сказать. Выше там уже никакой химии нет, там все уже на простые соединения распадаются. Если вас давить выше, там при миллионе атмосферы, у вас останется только вода, алмазик, ну и примеси. То есть, будет такой кусок льда 11-го, грязный алмаз. Вот, и, в общем-то, так сказать... Кстати, есть такие услуги у многих контор, так сказать, делать алмазы из права. Например, там фипер. Американцы... Начал в Израиле, а теперь у нас несколько фирм таких. Сдают там, в основном, получается, чтобы сгорел там только углерод, ну и немножко там вдобавок. Делается искусственный алмазик, а потом там вставляет перстенек. Ну там какой-нибудь братва. Тут Вован у меня, Колян, там вообще еще куда-нибудь. Все с алмазиком. Да. Вот. Значит, а для биологии еще поменьше, как бы, уровень энергии. То есть, разные, допустим, энергии, там какой-нибудь циск-конфигурация, транс-конфигурация какой-нибудь белка, отличается уже там на единицы градусов по энергии, а не на ритм-коридрах. Это у нас там сотни миллиградусов. Вот. Поэтому, так сказать, там для них высокие давления, для биологии, это килобары. То есть, от 100 атмосфер до 10 килобар. Поэтому, если вы интересуетесь поведением белка или микроорганизмов, то высокие давления для вас 100 атмосфер-10 килобар. Если химическими реакциями, то 1 тысяча атмосфер-100 тысяч. Если вы физикой, то вот, значит... Я ответил, да? Так. Значит, ну вот теперь про жидкости. Значит, соответственно, то, что я сказал, вроде бы как, жидкости, они, с одной стороны, считают, что это такое вот такое размытое, как газ. Ну, хоть и плотное, а с другой стороны, если так подумать, то, скажем, жидкая ртуть и какой-нибудь там бензин или там жидкая вода отличаются по свойствам друг от друга, да, так сказать. То есть вот жидкий металл, он похож вот на свой кристаллический металл, там, какой-нибудь жидкая сера, там, полупровозник как сера, там. Жидкий аргон, он похож на аргон, так сказать, там, диэлектрик, там, как-то, жидкий натрий-хлор, он, так сказать, ну что натрий-хлор, так сказать, кто там ионный такой из себя. Да, что поэтому понятно, что если у нас меняются кристаллические решетки здесь, вот, была одна кристаллическая графика, потом стала алмаз, потом стала какая-нибудь металлическая, там, плотно упакованная структура, то жидкости, наверное, тоже это должно происходить. Да, то есть, казалось бы, так сказать, вот если здесь жидкость похожа, при этих давлениях, так сказать, вот на, там, на жидкие графики, да, а здесь какой-то вот у нас тот напакованный металл, жидкости, наверное, какая-то металлическая. Понятно, что здесь, когда мы будем давить вот так вот жидкость, что-то должно с ней произойти, да, так сказать, вот она будет уплотняться и какие-то будут перестроены. Поэтому, значит, я как-то задумался над этим, ну, наверное, книжек не читал, в принципе, люди про это писали что-то. А я еще, еще, так сказать, а кандидатская у меня в свое время была, я там что-то исследовал, делал быстрое охлаждение, расплавал под давлением, там, зерно, что-то смотрел, там, металлические стекла, делал какие-то новые материалы, там, и прочее. Вот, и смотрю, у меня здесь одна кристаллическая решетка, там, это Олова была, здесь вторая. Думаю, интересно, а жидкости у них одинаковые, на той, на той, так сказать, на другое, ну, как-то я рассматривал параметры, что одинаковые, или кто-то как-то меняется. Но если меняется, то понятно, что должны быть какие-то превращения из одной жидкости в другую. Понятно, что они не будут вот точно при тех же давлениях, что в кристалле, потому что стерзная точка запрещена, да? Вот. И поэтому вот вопрос, как эти будут? Вот совсем плавно будут свойства меняться жидкости, вот от такой вот неплотной к плотной, или будут вот какие-то размытые, так сказать, переходы, или будут вообще настоящие фазы перехода первого рода из одной жидкости в другую. Вот, собственно говоря, постановка задачи. Ну и потом мы знаем, что жидкость можно оплатить, получить стекла, если стекла будут давить, то что будет со стеклом? Вот мы взяли, получили обычное кварцевое стекло, СО2, будем его давить. Мы знаем, что кварц при высоких давлениях переходит в другие модификации, сначала в КСИ, потом в стешовид. У него тоже меняется коррекционное число, у Кремния 4 атома кислорода, соседи стало 6. Значит, вся мантия Земли, это вот в основном на основе стешовид. Кстати, поскольку мне сказали, что можно сделать рекламу кафедра, вот, я буду заведующего кафедра. А заведующий кафедра у нас академик Стешов, который открыл стешовид. Значит, я сегодня в Википедию залез, там написано, что его открыл известный русский кристаллограф Стешов. Но поскольку, видно, считали, что где-то это вот там много-много сотен лет назад, то поэтому он, во-первых, не советский, а русский, во-вторых, кристаллограф, хотя он не кристаллограф. Но неважно, открыл-открыл, да. А смысл там простой. Вот, вот, если фазовый диаграмм посмотреть, то вот здесь вот, допустим, кварц у нас будет, а в Земле у нас, наша Земля в основном состоит из железа, кремния и кислорода. Всех остальных меньше. Железо, оно в большей степени в ядре. Вся мантия, это в основном силикаты, то есть силикаты магния, железа, немножко алюминия и так далее. Ну, значит, СО2, это вот обычный песок речной, да. Он может быть в кристаллическом состоянии, как кварц, может быть в виде стекляшки. А когда начали смотреть свойства Земли с эсмическими волнами, то выяснилось, что и плотность в мантии гораздо больше, чем у СО2, и все упругие константы выше, никак не сходится. И вот в 61-м году как раз Тишов была идея, что существует какая-то другая модификация СО2, более плотная, с другой решеткой. И вот он это сделал, ему повезло, потому что в это время камеры высокого давления у нас в институте делали максимальное давление 90 тысяч атмосфер, а в Америке было 80 тысяч. А для того, чтобы получить СТИШОВИТ, это было 85 тысяч. То есть, если бы было, так сказать, там нужно было 70 тысяч, американцы бы раньше открыли. Если бы 100 тысяч, то СТИШОВ тоже не хватило давления. Да, но такой вот он почти в два раза плотнее кварца, его можно тоже как алмаз извлечь в атмосферное давление положить, посмотреть кристаллик такой СТИШОВИТа. Поэтому СТИШОВ, он очень популярен в Америке, в связи с тем, что... Ну, американцы, они манят гигантизма на все. И когда говорят, что вот человек, который открыл там минерал, с которого пол Земли состоит, то, конечно, ну вот такой респект сразу. Вот. Так. Значит, да. Так вот, я задался вопросом, что же будет, вот если у нас тут разные жидкости, можно ли как-то это найти? И понятно, что проще всего что померить? Значит, проще всего найти какую-то жидкость, какую-то кристалл, значит, который не проводит, ну там, диэлектрик или полупроводник, чтобы жидкость тоже была полупроводник, а чтобы при относительно доступных где давлениях, кристалл переходил в металл, вот, с другой структурой. И тогда жидкость тоже можно надеяться, что будет переходить в металл. И тогда я буду давить жидкость и смотреть просто сопротивление. Ну, это проще всего. Что и было сделано мной в 89-м году. Я взял силен. Да, вот, это обычный силен, по фазово-диаграммового, это вот кристаллический силен, это ГПА, значит, каждый ГПА есть 10 кВт, вот, значит, 10 ГПА есть 100 кВт, 1000 мА. Здесь имеется превращение в кристаллический силен, который уже полуметалл, а это вот полупроводник, через 2,5 В, это тоже полупроводник силен. И вот я просто, значит, сделал там килобарр 15, нагрев, и стал просто давить и смотреть за сопротивлением моего контейнера жидкостью. Оказалось, что вот сопротивление там при какой-то температуре... А, нет, я, по-моему, просто здесь... Здесь я... Можно и так, и так. Здесь я просто вот расплавил, а потом стал дальше греть. Вот, оказывается, что вот, значит, есть такой скачок на 2-3 порядка в привлечении, то есть у нас переход полупроводник в металл. И вот здесь вот область жидкого металлического силена, а здесь полупроводникового силена. Ну, потом японцы стали исследовать эту структуру, нашли, что, оказывается, структура тоже отличается. У этого здесь цепочки из-за этого силена, а здесь как бы три соседа, похожи на жидкий целый уровень. Здесь. Вот. Ну, вот тут уже диаграмма, кстати, поподробней. А дальше там я начал делать его закалку, там, охлаждение, смотреть, что вот, оказывается, вот если здесь охлаждать расклад Вселенной, получается стекло, а если там при больших давлениях, то получается кристалл, а потом размер кристалла растет, а вот вблизи перехода получаются гигантские такие кристаллы, что, а это значит, что у меня переохлаждение раскладывается. То есть это меня навело на мысль, что вязкость у нас должна очень сильно уменьшаться. Вязкость обычной металлической жидкости маленькая, а вязкость, значит, полупроводникового селена, она большая, что представляет там застекловаться. Ну и вот прошло 20 лет, я потом померил вязкость напрямую с помощью самого мощного биосинкратрона, но тем не менее, вот тогда уже мысль была, что а вот уже, это я померил вязкость года два-три назад. Ну, я говорю я, это не то что хвастаюсь, то есть имеется в виду, что наша группа, я тут сам докладываю, а вот вязкость, она вот так меняется. А это что за картинки? А это картинки я потом покажу в кино, вязкость смелилась, это вот я делаю такие маленькие сферы из платья, шарики, и бросаю, и как обычно вязкость смеливают, бусинки бросаешь там, падает по стоксу, пересчитываешь, но весь вопрос, значит, как это сделать под давлением. Это я потом расскажу. Да, ну тут видно, что вязкость смеливается с величиной падает, а потом начинает тоже в металлическом состоянии расти. Вот мой коллега Ишинорик Таям из Японии вот нашумел там в мясной теме в Нейче где-то в 2001 году, когда начал исследовать мои подачи жидкий фосфор, и обнаружил вот переход в жидком фосфоре. Здесь вот фосфор при небольших давлениях это такие молекулы, П4, молекулярный фосфор, а здесь металлический такой полимеризованный фосфор. А это вот фазовый диаграмм в металлическом состоянии. Вот фазовый переход. А жидкость вот здесь фазовый переход. Что интересно, что Йоши обнаружил, что фазовый переход резкий. Я потом покажу, что он резкий. То есть фазовый переход первого рода настоящий такой. А поскольку для теоретиков они очень любят при фазовом переходах слова параметры порядка. Вот им нужно найти параметры порядка. Для фазового перехода второго рода это некая величина, которая там ноль в одной фазе, не ноль в другой. Например, на магниченость. Есть у нас термомагнитик, паромагнитик. Для перехода жидкость в газ это просто плотность. А для фазового перехода первого рода, кристаллов, это какие-то там наборы симметрии. В жидкости никакой симметрии нет. Вот ближний порядок есть. И вопрос о том, как описывать параметры порядка в жидкости, он открыт. Теоретически дискутировать никто не знает. Статьей много, а тут пока мало. Ну вот, перечислены те элементарные жидкости, где в работах нашей группы и других групп уже какие-то такие превращения под давлением и при изменении температуры были обнаружены. Вот совсем свежий вариант. Это вот жидкий азот. Вы, наверное, все видели азот? Он такой вот, который кипит при 77 кельвина. Такой красивый. Это молекулярный. Молекулярная жидкость, там плавится 47 кельвина. Это молекулярный кристалл. Диэлектрик, широкозонный, там больше 10 тонн вольт. А при давлении в порядка миллиона атмосфер, то есть одна мегабара, значит, это вот кривая плавления, такой кипит изломчик, а есть вот фазный переход такого почти первого рода, ну, не видно из-за плохого освещения. Фактически, молекулярный азот переходит такой полимеризованный азот. Это он становится... Да, кристалл тоже переходит. Кристаллический и сполимеризованный азот. Что такое азот? Это молекулы Н2, тройной связью связаны атомы, потом тройная связь раскрывается, и становится решетка такая... То есть каждый атом связан с тремя. Только не в плоскости лежит, а вот один повернут. И вот такая вот бесконечная решетка. Это полимеризованный азот, он почти такой же твердый, как алмаз. То есть получается ковалентный кристалл? Ковалентный кристалл, хороший. То есть что-то очень такое, суровое и твердое? Он суровый и твердый. Он раза в полтора всего менее твердый, чем алмаз. Его можно сбросить, и в атмосферное давление, но, к сожалению, только при низких температурах, там в районе гелевых температур, или там если подогреешь выше, там 20-30 кельвий, но он переходит назад в молекулярный. Но все равно это очень интересно, и наши люди, бывшие, так сказать, наши, которые сейчас в Америке, Германии, получают большие деньги под исследование этого дела, потому что, ну это такая идеальная взрывчатка, так сказать, запасенная энергия, потому что энергия, запасенная, вот сюда на снегабарр, раскручен, вот в этом полимерном ковалентном азоте, он выше по энергии, там, получается, раз в 10 больше на грамм приходится, чем тротил. Вот, а поскольку это такая экологически чистая взрывчатка, что подогрели, просто перешел в обычный азот. Азот у нас, вот, 70% атмосферы, он раз, испарился, и взрыл. Ну, правда, получать можно, значит, мегабары, вот эти миллионы атмосфер, физики получают образцы размером, там, 10 на 10 на 10 микрон, поэтому это образцы маленькие. Но деньги получают большие. Так, это значит, уже исследования нашей группы, это всякие галогениды, я просто хотел показать разные примеры. Значит, вот цинк-хлор-2, он изначально вот такой вязкая жидкость, похожий на силикатный расплав, а становится под давлением, да, тут тут показывают структуру, как меняется, опять же фазовая диаграмма, вот, а становится под давлением типа ионной жидкости, типа натрия-хлора. Алюминий-хлор-3, вот алюминий-хлор-3, кстати, он интересный, у него рекордный скачок объема при плавлении, почти 90%, потому что кристалл у него уже ионный, плотного пополнения, а жидкость еще такая рыхлая, ковалентная. И под давлением она вот здесь становится тоже такой ионной. Ну, это вот японская группа нашей коллеги. А, это вот достаточно свежая работа два года назад. Я, кстати, видел где-то на физтеховской этом форуме, там обсуждалось даже, у нас у меня было две статейки, нет, три статейки физрофлэкс, тем, значит, по поводу, называлось одно вещество, три жидкости. Вот, это вот реальгар, это такое соединение осеником С, реальгар это вот название природного минерала. Смысл такой, что это молекула, осеником 4С4, такое молекулярное соединение, но жидкость тоже молекулярная, стоит из таких молекул, которые там крутятся. Вот, а под давлением эти молекулы начинают полимеризоваться, значит, образуется такая ковалентная, как бы жидкость уже, ну, такая же, как и силикаты. А дальше, когда мы давим, продолжаем давить эту жидкость, то эта полимерность переходит в металл, в металлическую жидкость. То есть у нас получается, что вот в диапазоне доступного давления, вот 80 км. А ковалентная жидкость, у нас тут нет внутреннего противоречия? Нет, ковалентные связи между ближайшими соседями есть, вот, но, значит, есть механизм, обеспечивающий диффузию, то есть иногда, так сказать, есть разрыв связи, переключение или образование там, недокоординированное, перекоординированное состояние. То есть эти ковалентные связи и тем не менее позволяют течь? Тем не менее позволяют течь. Вот, ну, скажем, обычное вот наше кварцевое стекло, вот если мы расплавим кварц, это будет кварцевая жидкость, это самый характерный пример такой ковалентной жидкости. Вот, мы привыкли говорить, что жидкость там вязкая, а не вязкая, и говорить, что, допустим, ну, вязкая там, это мед, например, да, а не вязкая это вода. А вот на самом деле, как бы физики особо не чувствуют, то есть если мы расплавим кварц, то при температуре плавления, сразу после плавления кварца, вязкость у кварца где-то в 3000 раз выше, чем у меда. То есть с точки зрения, как бы, вот нашей бытовой, это вообще твердое. То есть примерно как мед в морозилке, то есть его до хлеб не намажешь, то есть можно там гвоздем по нему постучать. Вот примерно такой же жидкий кварц после того, как расплавишь, чтобы он стал течь хорошо уже, ну, с нашей точки зрения, хорошо. Вот, там не за год там протек, а вот, так сказать, болтался, ложкой можно мешать. Надо перебить сильно выше температуру плавления. То есть такие жидкости обычно вязкие? Такие жидкости ковалентные обычно очень вязкие. Вот. А металлические, словом, как бы не вязкие, а молекулярные тоже не вязкие. Да, а это я показал вот структуры. Я вам скажу, как структуру я вмерил. Что по осям? По осям это структурный фактор, а это, значит, это обычная дифракция. То есть это у нас вектор рассеяния, ну, то, что в кристалле вектор образуется решетки, а это структурный фактор. То есть если бы это был кристалл, то это был бы набор кристаллических пиков, которые, так сказать, вот из... Значит, это структура следует методом венгеновской дифракции или нейтронной дифракции, поскольку так же, как дефрагирует свет на решетке, на обычной, да, и получается дифракционные максимумы там по... Кто там у нас? По Брегу-Вульфу, или по кому-то, если не помню. В общем, 2D синус Т, это равно НЛА. То же самое и с рентгеном происходит, и с нейтронами, если будем на кристаллической решетке, соответственно, длина волны несконстрат. Но то, что вот такие вот размытые пики, это означает, что нет дальнего порядка, а есть характерный ближний порядок. И вот тип, относительная интенсивность вот этих вот пиков, их положение говорит о том, какая вот у нас здесь вот упаковка уже в стекле. Или в стекле. Так, ну вот здесь показано, как вот меняется структура и жидкость, и объясняется, что он становится металлом. А это вот, может, померили вязкость, и я вот показал уровень вязкости, что вот здесь вот он, не вязкая жидкость, вот тут она типа глицерина, тут она вот почти как вода, ну не как вода, как оливковое масло. А вот здесь вот она, вот здесь вот она у нас там, здесь вот как мёд, а здесь вот там 50 раз выше мёда. То есть у нас была молекулярная жидкость, там ковалентная, там металлическая. Цветная жидкость. А это вот, да, уровень цветная жидкость, а это там паскалик на секунду, паскалик на секунду 10 у вас. Значит, вот такая интересная штука. Ну, это, кстати, общее явление, то есть мы потом сообразили, что если брать любую молекулярную жидкость, то вначале молекулы будут полимеризоваться, будут ковалентные, а потом дальше давить, будет перекрытие, будет металлическое. Вполне, весь вопрос, какие давления. Так, ну и выкладывайте луны. А вода полимеризуется? Вода, нет, вода не полимеризуется, вода становится супер-волной. То есть там становится, как бы эти, индивидуальность водородов пропадает, они подчисляются по подрешетке. То есть получается, типа, как расплав натрий-хлор. Так сказать, вот ионы О и ионы H, которые там бродят. Вот. Да, это вот показывает примеры переходов фазовых превращений в СО2 и в Германию 2. Вот я вам рассказывал, что вот есть вот кварц, а есть стишанит, который открыл стишок, да, из которого состоит наша мантия значительной степени. И поэтому вопрос, а что же будет, если вот жидкий кремнизем, вот здесь он будет похож на жидкий кварц, а здесь похож на жидкий смешарит, тут будет какие-то размытие перехода. Так, ну это вот картинки дальше брод 2.3. В общем, тут много чего можно интересовать. Вот брод 2.3, это вообще вот этой, этим, в этом ноябре я померил брод 2.3 структуру жидкостей и, соответственно, вязкость домерили. Вот тоже вязкость до кривой плавления падает как сильно. У него была один степь структуры, где у каждого бора было 3 соседа бора, а потом стало где-то 4 соседа бора. И эта жидкость оказалась гораздо менее вязкой, то есть менее эквивалентной, скажем, чем эта. Да, про воду был вопрос. Про воду вопрос интересный, потому что я уже замышлял опять в химии какой-то. Давайте про воду, поскольку мы уже про колыбель для кошки говорили. Кстати, там все плохо закончилось. Кто читал, знает, а кто не читал, там, да, этот вопрос был такой, что можно ли сохранить вот какую-то фазу там вот тут лёд 9, взять ее, ну, так же в калмаз, да, сохранили, вытащили, положили. А если она в калмаз, то она вот может плавиться высоко, где-то там 70 Цельсия. И вот была такая, да, а был гениальный физик американский, который по заданию Минобороны, значит, вот где-то по Вьетнаму, по джунглям солдатики американские идут, а в болотах завязли, нужно срочно болото, это значит, застекленеть. Поэтому вот бросаешь такой зародыш маленького льда 9 и все, болото превращается в лед 9. То есть вся жидкость, которая касается льда 9, приходит в него, а его температура плавления 70 Цельсия. Поэтому можно болото бежать. И вот он сделал этот кристальчик. Вот, перед смертью разделил на несколько частей, отдал своим детишкам. Ну и вот весь роман это поиск этих остатков кристальчиков журналистам. Потому что понятно, что если кристальчица прикоснется с водой, то у нас почти вся вода взаимосвязана, то есть там канализация, отопление где-то через стоки, в реки, подземные реки, озера, моря, океаны. И понятно, что все со скоростью звука вся земля превращается в лед 9, который, значит, не жидкий, который надо подогреть до 70 градусов и цивилизация длинная. Но в конце концов заканчивается плохо, то есть бросает все-таки самая красивая девушка в облаке бросает кусочек куда-то надо. Так. Ну вот, да, как можно, что касается льдов. Значит, льдов много. И вот наша вода, обычная вода, она больше похожа уже на лед 5, на лед 3, вот так, в структуре. Поэтому она и плотнее, чем лед 1. Ну и понятно, что по идее теперь если мы будем идти в отрицательное давление, то вот наша обычная вода должна переходить в другую воду, менее плотную, с плотностью меньше, чем у нашего льда, значит, где-то там плотность 0,8, и которая должна иметь структуру вот именно ковалентную. То есть вот эта вот вода, которую мы растянем, она будет как раз супервязкая. Поэтому сразу заманчиво подумать, что... А лед у нас ковалентный. А лед у нас, он ковалентный, да, значит, он, как бы, более того, четыридрический. У него вот четыридрический. Обычный лед, да. Вот. Они, в принципе, ну, лед его нельзя назвать чисто ковалентным из-за водорода, потому что водородная связь стоит особняком, ее выделяют, она промежуточная по силе между ковалентной и молекулярной, можно рассматривать как сильную, предельно сильную диполь-дипольную. У Ростова водородная связь берется из-за того, что водород не имеет внутренней электронной оболочки, то есть там только один протончик, поэтому бесконечно малый размер внутренней электронной оболочки, поэтому реально водород садится почти, так сказать, на молекулу кислорода. Из-за этого... Кстати, с этим связана специфика всех углеводородов и вообще водород, содержащих объекты. Специфика водородной связи. Раз уж у нас сегодня такая вольная мсель, то, значит, вот такой вопрос сразу про жидкость. Вот у нас висит табличка Менделеева в институте, и там все вещества либо черным цветом, либо красным, а только два голубым. Вот вопрос, какие вещества голубым закрашены? Вот, это... Значит, процент получается всего там 2%, но их больше 100 элементов, да? Это не потому, что они вот так глютят друг друга голубые, а вот почему они голубые и что это за вещества? А гелий, потому что твердый билет. Гелий бывает твердый под давлением, при нормальном давлении не бывает, но это не он, гелий там красный. Другие варианты голубых, кто еще знает про голубых? Значит, для красных два элемента это ртуть и бром. Вот, значит, из-за того, что это единственные два вещества, которые в элементарном состоянии при нормальных условиях в жидкости. Остальные либо газы, которые красненькие, моргон, кислород какой-нибудь, так сказать, гелий, водород, либо твердый. И это на самом деле немножко странно, потому что мы привыкли, что жидкостей много, а получается их всего две. Вот, и можно показать, что вообще-то вещества должны быть при нормальных условиях, не могут быть жидкими, они должны быть либо твердыми, либо газовыми. Показать это очень просто, потому что что вообще заставляет вещества соединяться? Какие силы удерживают конденсированные атомы или молекулы конденсированные средства? Кто знает? Какое у нас взаимодействие конденсированные средства? А реально это кулон. А кулон мы с вами сказали, его оценили на отомных масштабах. Это Риттберг. Да, значит, то, ну понятно, что там Бороскира, там полонстрема о реальных веществах не с конденсированием состояния между атомами. Поэтому реально энергия взаимодействия между атомами в любых, если есть кулон, несколько электронов вольт, то есть десятки тысяч градусов. Поэтому любое взаимодействие сильное, значит, какое там ковалентное, металлическое, ионное, оно приводит к тому, что при нормальной температуре все должны быть твердыми. То есть, чтобы его расплавить, нужно тысячи градусов, чтобы скипятить, много тысяч, там, или десятки тысяч. Хорошо. А если у нас нет кулона, если у нас замкнут электронные оболочки, либо молекулярные оболочки, то у нас вступает следующий по порядку увеличенный диполь-диполь взаимодействие. Фадруполь, фадруполь и прочее. Флутационный диполь-диполь. То, что вы назвали вандервальсе, это флутационный диполь-диполь взаимодействие. Значит, классический вандервальс для инертных газов. Аргон такой, гель, его. Вот. Если замкнутые молекулы, то там тоже похож на вандервальс, если они без дипольного момента. Какой-нибудь вот жидкий азот. И тогда в них сразу на 2-3 порядка энергии взаимодействия слабее из того, что это диполь-диполь. И температура комнат для них высокая. И понятно, что все тогда вот эти вещества, где нет прямого кулона, должны быть газовые. Потому что комната, которая для них высокая, энергия взаимодействия там 100 градусов, а у нас 300. И получается, что жидкости быть-то и не должно. То есть, вот ртуть, она уродка там из-за такого искажения решетки и там квазизамкнутые электронные полочки и бром, потому что там ну он молекулярный, но там реально уже какой-то псевдомолекулярный. Не буду про это говорить. Да, а тем не менее жидкости много. То есть, это водка, что-то масло, вода. Вот. И если посмотреть на все жидкости, то их всех объединяет наличие водорода там, то есть водородная связь. То есть, вот водородная связь, как предельно сильная диполь-дипольная, она как раз по энергии в промежутке сидит между теми слабыми вандервальсами и вот реально сильными, которые металлические, эквивалентные и прочее. Поэтому, если вы случайно в земных условиях увидели где-то лужу какую-то из жидкости, то с большой вероятностью там есть водородная связь. То есть, вряд ли это в тюрьме. Скорее всего, там что-то вот есть там бензин, нефть, масло. То есть, там везде есть водородная связь. И, кстати, можно пойти дальше и дальше сказать, что, поскольку водородные связи они обеспечивают большую, огромную иерархию типа взаимодействия, как можно присоединиться молекулом, а углерод создает жесткий каркас, то вот не случайно органическая химия выделилась из неорганической, я, кстати, в Уфуэне в году статей по проекту написал, надо рекламировать и пусть все читают. Называется «Взаимодействие в конденсированных средах элементы более равные, чем другие». Успех физических наук в пациенте и пешеходах. Значит, там элементы более равные, чем другие, это водород и углерод. Значит, да, так вот, органическая химия выделяется из неорганической, органической среднеизвестной. А? Ссылку на 3. Ссылку на 3. Ну, это... Презентации ее нет? Нет, совсем другое. Это лето этого года, Уфэн, ну, можно там Уфэн Брашкин набрать, там выскочит у меня. Ну, кстати. Вот. Да. Так вот, оказывается, что, в общем, на основе углеводородов можно построить в миллиарды раз больше соединений, чем без углерода и без водорода. За счет того, что специфики этих элементов углерод в середине первого периода, вот, самое сильное взаимодействие, а водород в промежуточное взаимодействие и нулевой размер иона, то есть, фактически, это протончик. Так вот, можно показать, что все сложные объекты могут быть только на основе углеводородов. То есть, вот никакой жизни из кремния органики не построишь. Или, так сказать, там на железе, там на аргоне. То есть, все биологические объекты обязаны содержать углеводородов. Поэтому, а поскольку, значит, у нас углеводороды, да, а связь водородная, мы сказали, так сказать, вот какие она делает температура и давление, то можно сразу сделать вывод, что вся сложная биология может находиться в диапазоне от 100 кельвина до 1000 кельвина и от нуля до 10 тысяч атмосфер. Значит, соответственно, вот этот диапазон там, где может быть какая-то сложная жизнь. Да, так вот, про воду же самое интересное. То есть, вот вода, вот если мы ее растернуть, она должна быть вот такая неплотная и возможно вполне, что, когда животные впадают в печку всякие вот анабиозы, они впрыскивают белок в плазму крови и он сильно-сильно повышает вязкость, то есть, как бы там эффективно молекулы воды растянутся и уходят. Это первый момент интересный. А второй момент интересный, что вот смотрите, вот у нас переход вот из такой вот обычной нашей воды вот в такую неплотную воду, он у нас в отрицательных давлениях, но в переохлажденной воде, то есть в принципе температура, он выходит в области положительных давлений. Вот здесь вот. Его сейчас активно исследуют. Вот этот переход, так называемый, ну мы, значит, можно дальше сделать аморфный лед, это переход из неплотного аморфного вольна аморфный лед. Но вода у нас аномальна чем? Что у ней масса аномалий, да, там при 4 градусах у ней максимум плотности, при 37 градусах Цельсия у ней минимум теплоемкости, кстати, не случайно, поэтому температура, кроме великопитающих, близко к 37. При 70 градусах там аномалия ультразвука, при плюс 40 максимум сжимаемости, при минус 30 минимум, в общем, там куча аномалий. Так вот, все эти аномалии в воде связаны с тем, что это фактически за критическое область, то есть вот это, вот если чувствует, вода чувствует, вот то, что там недалеко, был переход из неплотной воды в плотную воду, то есть фактически в нашей воде, при наших обычных условиях, есть еще кластеры, как бы, и упаковка, как плотной воды, так и неплотной. Но с ростом температуры, как мы видим, так сказать, вот доля неплотной, так сказать, падает, и она превращается в обычную, совершенно нормальную воду. Так, ну я пропущу про стекла, потому что вы все устали, уже поздно. Лучше киношку покажу. Так, ну в стеклах там всякие... Ага, вот я обещал рекламу Ёшик Таяни сделать, значит, вот он, когда обновлен переход в жидкомпосоре, то потом, значит, с помощью рентгена, значит, это фактически флюорография, то есть можно просто просветить рентгеном, в зависимости от плотности, будет разный контраст. Он показал, как в рамках одного и того же фосфора существует два состояния, вот капелька более плотного в менее плотном, то есть это как вода и масло, вот они, фазовое расслоение получились, но на основе одной и той же жидкости. То есть вот вода и масло, состоящие из одного и того же фосфора. А раз макроскопическое разделение фаз, то есть две фазы сосуществуют друг с другом макроскопически, это означает, что это настоящий фазный переход в первый ворот, с границы раздела ну так же как, допустим, ледышка плавала в воде а здесь вот одна жидкость плавает в другой состав один и тот же а это макроскопическое разделение для всяких органических жидкостей там тоже всякая фигня есть так, ну я теорию уж не буду первый, второй, третий курс, да? не буду ну, смысл такой нет, давайте скажу значит, смысл такой, что поскольку у нас нет дальнего порядка в жидкостей в стекле но есть какой-то ближний то зависит от того теперь значит, какой мы будем сверху лупу накладывать на нее то есть если мы будем накладывать эти вот маленькие клубочки то в них будут попадать совершенно разные комбинации атомов а в кристалле вплоть до атомного размера как бы не накладывается они будут одинаково попадать понятно, да? то есть жидкость на нано-масштабах, она гетерогенна то есть на масштабах атомных, ближний порядок она вот разная здесь так наложили, здесь так, здесь так а на вот таких больших масштабах она уже одинаковая то есть вот наложили, здесь наложили будет свойство уже совершенно одинаковое поэтому если как бы минимальный зародыш вот новой жидкости будет больше, чем этот то обязательно будет фазным переходом первого рода подстраиваться то есть как бы вот как обычно в кристалле так сказать или там жидкость газ то есть поверхностное натяжение а если минимальный зародыш маленький то он может подстраиваться в определенных наиболее напряженных как бы местах где эффективно, можно считать, что натяжение отрицательное то есть выигрыш от этого будет получаться и тогда переход будет размазан то есть это просто специально для Михаил Геннадьевича как теоретика ну это выводы пример использован я показывал и был хороший вопрос здесь вязкость большая, а здесь две маленьких и вот этот вот расплав из него невозможно получить стекло то есть никто не знает стекла, а Сенекумасс а здесь мы получаем высокую вязкость поэтому охлаждаем, получаем прекрасные стекла вот здесь мы получаем кристаллы молекулярной фазы здесь получаем кристаллы фазы высокого давления, посередке охлаждаем получаем роскошное фрикогенитное стекло с хорошими оптическими свойствами его можно исследовать отдавать технологам и так далее теперь будет в картинке, как это все меряется значит меряется это вообще много где меряется, но не только а я люблю ездить в Японию, потому что я люблю японскую кухню, японских женщин и японский синхротрон. Он самый мощный в мире. Их три мощных синхротрона в мире третьего поколения. Это Гренобли европейский, Варгоний американский и вот Spring 8 в Японии. Вот в этом синхротроне я исследую структуру и вязкость жидкостей. Это вот такой вот кубик, который давится в кубическом аппарате. Вот такая вот сборочка. Значит, это вот миллиметровка. А вот тут я показал 18 деталей. Внутри этой штучки еще 20 маленьких деталей. То есть все размеры от полный миллиметр до нескольких миллиметров. Точность должна быть лучше, чем 10 микрон. Вот эти кружки какого размера? А тут вот миллиметр, вот миллиметр. Вот, значит, я просто внутреннюю часть не разбирал. Там уже более мелкие штучки. А это все разные материалы, которые я сам должен в числовых установках там точить. Ну или как бы японцев заказывать, в общем. Много-много-много разных материалов, чтобы сделать термоизоляцию. Это и нагреватель, по которому укропают всякие там образец там в самой середочке. А это уже вот после этих элементов, там 80 килобарр, 3650 градусов. Показано, что это все вот, видите, уже обуглилось. А это бор, аморфный бор. Почему? Потому что аморфный бор хорошо пропускает рентген. Через него мы будем просвечивать рентген, а вот смотрите, структуру здесь. Как все, кстати, элементы, которые маленькие, имеют порядковый номер, они хорошо рентген пропускают. Потому что у них мало электронов на внутренних оболочках. А тяжелые элементы они задерживают. Поэтому от рентгена защищаются чем-то? Там свинцовыми трусами, например, или еще чем-то, так сказать. А нейтроны, так сказать, они нет. Они вот наоборот на легких элементах сильно рассеиваются. Поэтому нейтрон никаким свинцом вы не задерживаете. Там нужен просто такой бетонный блок, в котором там много связанной воды поставят. Так, вязкости отмеряются. Ну вот тут показано, где я отмерил вязкость. Это вот селен. Вот так. Это, значит, такая вот хитрая машина высокого давления. Шесть таких поршней кубических давит на восемь кубиков. Вот они, восемь кубиков. А между ними усеченный октайдр такой, из материала, который течет. А в нем вот там полка жидкости, а в нем вот мой образец. В общем, эта сборка собирается долго. Там обычно работает по 20 часов в день на износ. Значит, принцип вязкости – это радиография. То есть мы смотрим, как какой-то плотный шарик падает в неплотные жидкости. Ну, как обычно в бусинках. Задача теперь сделать однородную температуру. Расплавить нашу жидкость, чтобы она никуда не убежала. Расплав. Подготовить этот шарик. А шарик, поскольку это… Я должен приготовить его сам. Это платина, там от 50 до 150 микрон размером. Положить ее ровно по центру. А поскольку платина взаимодействует с нашими расплавами селенку и мышьяк, они все металлы жрут. Надо покрывать ее одномикронным поверхностным слоем. Альбирода, например, еще что-нибудь. А это вот я показывал, как я делаю образцы 2 и 3, например, стекляшек. А они гигроскопично в воду хватают. Поэтому нельзя с порошком работать. Поэтому вот берешь такую алмазную фризу японскую, вырезаешь из нее такие цилиндрики. Вот. Потом вытачиваешь такие маленькие дырочки. Потом делаешь серы с платиной. Покрываешь, ставишь. А потом мне больше нравится по микроскопам искать такие пробочки. Размером там иногда миллиметра затыкать эти дырочки. Вот. Ну и в конце получается вот такая картинка. Значит, вот здесь вот у нас шарик. Вот он будет падать. А это вот реально уже после эксперимента. Это вот натрий хлор. Это Борен. Это график. А там внутри вот наш борт 2.3 расплав. А вот тут виден шарик, который упал. Он упал по центру уже. Ну и вот такая вескость, которую я уже немножко показывал. А это так выглядит реальный синхротрон. Это я. Вот. Вот. Это вот пресс для культурных исследований для яскости. Да. А, кстати, там иногда получается, что... Что такое пучок синхротрон? Это, значит, большая машина стоимостью миллиарда долларов. И один час пучкового времени на этой станции стоит 80 тысяч долларов. А, нет. Фу, гроб. 18 тысяч долларов в один час. Да. Но чтобы исследовать, я получаю там шифты. Шифты это 8 часов. То есть обычно 2-3 суток получаешь. То есть это сотни тысяч долларов. Естественно, надо выигрывать этот проект. То есть тогда платят за тебя Япония. А ты приезжаешь просто меряешь. Но поскольку ты эти часы выиграл, то надо мерить все это время. И, в общем, если у тебя есть помощники, аспиранты, они могут подежурить. А вот если нету, то приходят дежурить одному. И, значит, вот получается, что там трое суток ты меряешь там, не спя. И дальше в конце уже тебе совершенно все равно, что получится. Хочется побыстрее, чтобы все закончилось. А последний раз, когда был борт 2-3, мне дали одновременно трое суток на рентгене и трое суток на вязкость. У меня было шесть суток пучка. Вот. Это вот я после этих шести пучков, шести суток, в таком состоянии. Да. Сейчас я хотел показать вам тянушку. Но я не уверен, что ей будет. Можно сверху еще... Альта, переключите, там она открыта. А? Альта, табуляция. Табуляция, которая... А можно еще увеличить? А поиске слою будет счетчик. Так. А если я вижу, что-то не принесли. Ага. С нами, полно. Ага. Он хочет читать? Здесь что-то не принесли. Здесь она в этом видео. Понодный чуть-чуть здесь не будет. Давайте еще раз해서 вот петель запустим. я про жидкости, про стекла могу все рассказать какие давления были, шарики падают ну вот от 10 килобар до 100 килобар а сколько они у него падают? ну вот я хотел, а вот, значит ловить вот бордлоу-3 падает вот тут он падает вот в той жидкости которая в 100 раз более вязкая, чем мед и вот реально вот он уже вот оттуда пошел и вот он падает то есть в этом случае там он проходит миллиметр ну самый вязкий он проходит миллиметр за час, например самый не вязкий, типа там металлического вот тут давление побольше, вот он чуть-чуть быстрее падает это съемка рентген это съемка рентген, да это фактически как вот наши легкие что-то смотрят да вот более темная платья на более плотная а здесь вот бордлоу-3 расплав, который менее для рентгена плотный а это уже, это самая, камера высокого зрения, которая ограничивает апертуру вот, 35 килобарта еще повыше, он стал еще побыстрее падать да, значит, соответственно, 58, но тут уже, он падает, тут уже примерно вязкость, как у масла оливка вот такая где-то тут вот два шарика, один просто как этот самый, как репер вот первый пошел, второй пошел, это все, он 2.3, это самая вязкая из алькогенидов вот, при нормальных давлениях там вообще ничего не падает вот 40 килобар, он уже начинает достаточно прилично быстро падать да, а 64 уже достаточно быстренько вот, тоже два шарика, вот один как репер, второй пошел а можно резко перегреть, допустим, на 1000 градусов выше плавления но тогда будет взрыв, убежит, вот смотри, сейчас вот на него падает и после этого взрыв, вот он убежал сейчас это то же самое будет, но в замедленной съемочке вот он сейчас пойдет вот, вот, вот он пошел, пошел, пошел а сейчас вот, оп, взрыв, взрыв, это значит просто все выплеснуло из камеры высокого давления это очень приятно, потому что там огромные японские такие краны это вот размер, вот этот вот размер полмиллиметра а там смотришь, вот твой шарик, он падает, так красиво а как используются пучки для измерения? все японцы, сейчас скажу значит, а это вот Арсений Кумас, у которого три жидкости, да, которые я говорю не вязкая, и вязкая, и снова не вязкая вот это, там, 10 килобара, она вот тут прилично вязкая 25, это самая резкая жидкость вот при таком давлении легко получить стекло из этой жидкости вот он шарик, он падает, он давно расплав вот, ну вот, падает, но очень медленно вот да, ну, в общем, как-то падает ну, 39, он уже будет сейчас вполне, так сказать, отдел, кстати а вот он, плохо видно вот 57 сейчас, наверное, два будет один придет, там второй сверху пойдет вот тут уже быстренько упало это уже как масло так, а это у нас это у нас кто? а, это у нас силен вот он маленький-маленький шарик вот он сейчас пойдет достаточно медленно, вот он пошел это сирен при 10 килограмм, он еще и спекруется ну а когда сирен будет металлический, там вытягивается очень быстро это сирен уже близко к металлу то есть он уже, жидкость такая полуметаллическая не вижу а, он сейчас выскочил тоже вот он, выскочил а тут он уже металл, и он падает как в воде за одну сотню секунды то есть вот оно здесь но дальше по кадрам на японской камере вот он сейчас раз, упал слишком быстро, поэтому сейчас я 10 раз их растянул последние две съемочки но все равно будет видно, что они слишком быстро падают вот, первый пошел а второй все равно вот он здесь стоит оп, упал ну все, спасибо, тогда вот на этом все, наверное вопрос есть какие-то да для чего используется ускоритель ускоритель, значит, разгоняет электроны, которые при поворотах делают сатротронные излучения то есть когда у нас наряженная частица двигаются с ускорением то есть поворачивается она излучает неэспектное излучение которое такой же короткий как у красного теремена собирается в определенный участок этого спектра значит, дополнительно электроны вот они крутятся в ускорении дополнительно они заводятся в ондуляторы и гиглеры гиглеры это сильные магниты, которые выращиваете ондуляторы это переменные конденсаторы то есть чтобы электрончики начинали совсем там бежно скакать с огромным ускорением и тогда там идет мощный рентген легабное излучение то есть это фактически мощный рентген который примерно в миллион раз более яркий чем самый мощный рентгеновский труб то есть вы этим рентгеном обратились? этим рентгеном для того, чтобы во-первых сделать маленькие, очень непростые во-вторых, чтобы пробить всю камеру еще вопросы? нет, стекла на фазовой диаграмме нет на равновесной значит, так же как поскольку она всегда метастабильна по отношению к кристаллу то есть ее можно рисовать условно значит, тут есть проблема какая? значит, проблема того, что понятие фазы в физике и в химии она разная в физике фазы я тут, вот как Гильц там сказал значит, тут Гильц еще правильно сказал а потом так же это разделилось у физики группу химиков значит, есть у химиков это просто однородная часть там, системы какая-то в рентгеновском разделе а в физике добавляют значит, с наименьшей энергии то есть термодинамическая стабильность поэтому с точки зрения, значит, вот вот алмаз при атмосферном давлении не факт, да? он как бы не должен жить потому что в термодинамике нет фактора времени то есть в термодинамике все рассматривается за бесконечное время в бесконечное время алмаз должен был перейти в график но как физикам жить надо с ним они, так сказать, говорят ну это будет пусть тоже фаза но метастабильная мы забудем пока что и тогда получается что вроде бы как может существовать не три фазы в одном месте а пять да вот все-таки куча метастабильных фаз лежат но при этом мы должны помнить что если мы подождем очень долгое время или поднагреем то ряд этих вот стабильных фаз исчезнет вот значит стекло это как раз пример метастабильной фази поэтому на равновесной фазовой диаграмме ей места нет но нанести ее на фазовую диаграмму в той области ниже температуры стеклования то что я носил ее можно, так сказать вот, ниже температуры кристаллизации высшая температура кристаллизации у нее места нет а здесь она живет вот, там мы можем посмотреть условное равновесие между кварцевым стеклом стешовидным стеклом гоня и те же самое Метастабильные фазовые диаграммы можно рисовать, метастабильные фазовые равновесия можно рисовать Тогда это будет рисунок в несколько слоев В несколько слоев и более того, вы должны помнить, что этот рисунок при подходе к верхней границе температуры становится сильно временно зависящим У него сильная релаксация Но с другой стороны, если алмаз живет, сколько вы говорили, 10-40-й То, конечно, можно ждать, покуда он превратится в графит, но с похожим успехом можно ждать, покуда, скажем, ровновское движение Раскидает по всей комнате Конечно, но с другой стороны, если бы алмаз взяли там превосемьсот Цельсия, то он там живет уже час И об этом должны вспомнить Просто фактор времени для физиков важен, а в термодинамике нет фактора времени Поэтому такая есть проблема Еще такой вопрос Был такой советский мандарст, Александр Беляй У него есть, помню, есть продавец воздуха Значит, некий предприимчивый британец Собирал воздух, планеты, конденсировал Делал твердые шарики И шантажировал ими мир Это по поводу древчатки вашего противника Как вот насчет твердых шариков в качестве оружия? Ну, там у него был другой принцип Он делал просто твердый воздух, так сказать В принципе, в этом ничего плохого нет Мистер Бейли Потому что, ну как Все газы, они действительно становятся кристаллическими Там, при температурах нескольких кельвинах Поэтому он просто фактически У планеты Он делал не для того, чтобы взрывчатку делать Просто получается, что если потом очень много твердого Испаряется, расширяется, получается, как взрывцы А он делал, чтобы шантажировать Потому что воздуха не хватает И мы, так сказать, давайте денежки Сейчас и весь воздух у вас выключим Это мог быть руководителем девятого факультета Ну, в общем, наверное, да Еще одно, так сказать, вопрос И маленькие дополнения, если можно Мне приходилось работать со смазочными послами Значит, там давление Вот когда шарик катится, допустим, в велосипеде Так, вот примерно То подшипники, да Подшипники То там давление порядка 10 кВт И там, значит Ну, если есть нагрузка идет И там вот маленький пятнаш контакта Там образуются вот такие давления приблизительно И там, что интересно Там, значит, если посмотреть линии уровня Вот этого пятна То они примерно вот так выглядят Приблизительно Вот примерно так Так, вот вы видите линии уровня Значит, и вот это означает, что Если посмотреть Вот смазочное масло втекает сюда Так, то вот образуются такие понижения Такая подкопа Масло втекает под меня И вот, значит, здесь очень малые зазоры Значит, сотые доли микрона и меньшие И масло, втекя вот в этот зазор Не может из него выйти ни сюда, ни сюда, ни сюда Поэтому образуются довольно большие Слои смазочные Собственно, это основа Удивительно несущей способности Именно масла Вот мы это объясняли, естественно, так Вот физика-химия Значит, это углеводороды Там длинные молекулы И они при таком давлении Образуют вот такие сгустки То есть жизнь уже исчезает, как вы говорили Вот, мы заказывали эксперимент В НИФ-3 Вот, и там, значит, такая группа золотых Ну, в общем, было То есть они вот выдавали эти характеристики Причем для студентов и других Интересно, что при переходе от давления Атмосферного килобара Так, значит, вязкость масла увеличивается на 6-7 порядков Это известно Это известно, да? Но это, наверное, для вас слишком слабая область Нет-нет-нет, для нас тоже интересная область Как бы, начиная с Бризман из 30-х годов То есть молекулярные вещества Все молекулярные вещества Начиная с простых спиртов Бензинов, окончая сложных Просто молекулярных Они все, действительно, в диапазоне десятки килобар При изодермическом сдавливании Они возрастают по вязкости намного порядка В конце концов, что все переходят из стеклового в стекло То есть, вот, это так называемое стеклование Но не при охлаждении, а при сдавлении Вот, все стеклоются, так сказать Вот, и поэтому, скажем, нет хорошей жидкости Выше 100 килобар Потому что все смеси спиртов стеклоются А даже гири уже кристаллизуются при 100 килобар Поэтому при нормальной температуре 100 килобар это предельное давление При котором может стоять жидкость Такая вот штука А так, вообще, это дает очень интересную тему И для техники действительно важное Что, вот, мы-то как раз тоже исследуем Вначале, там, где вязка сильно растет Чтобы стекло быть А потом выяснили, что во многих веществах Она может, наоборот, сильно падать в давлении Потому что меняется природосвязь Вот, был не металл, стал металл Тогда она падает, правда? Ну, и еще вопрос, может быть, вот, дурацкий Он сейчас у меня возник Вот, когда, так сказать, вы этот мир Высоке давление рассматривали То есть, мир абсолютно эспресса, как я понимаю Жить в этом мире нельзя Жить больше 200 килобар, плохо Только 200 килобар, а микробы живут Вот, и, значит, вот такой дурацкий вопрос Трясуя, допустим, кирилю Раздорвается, так вот это ПВ, так, обычную саму Ну, там, значит, вот так, вот так Вот, значит, ну, фаза-переход А вот эту ветку мы считаем, значит, невозможной А вот не может быть такого фазового перехода То есть, что мы уменьшаем объем Так, уменьшаем мы объем Вот, и с какого-то момента, значит, этим частицам Удобно забраться в маленький комочек Назвно уменьшить давление Вот эта ветка, она, в принципе, незабыдаемая Или, значит, что-то такое может Такое быть вот в экстремальном числе Это просто понятен? Нет, не понятно Ну, уменьшаем, да Да, ну да, мы уменьшаем этот самый объем Да, значит, вот то, что линии Ландер-Вальцева нарисовали А вот мы считаем, что вот фаза-переход первого рода Правила ЧК Эти площади равны из того, что... Ну, это равновесно Да, значит, вот эти вот области Вот эти, это области, то, что называется метастабильное состояние Вот это у нас перекретная жидкость Это передавленная жидкость Перераснялная жидкость Передавленная жидкость А вот эта вот область Вот здесь, она называется... То есть, это называется... Вот это вот линия Называется вот Открыть досуда Линия спина дали А вот это линия называется огрешенной Поскольку здесь отрицательная сжимаемость То есть, система неустойчива Ну, то есть, за одно колебание, так сказать, система должна развалиться Но я еще подойду Усили эту радость вопроса свою Когда частицы сжимают, сжимают У них не может возникнуть от страха такого чувства Сжаться в ковочек Одновременно уменьшить объемы и давления Нет, они всегда сжимаются в комочек Когда мы частицы сжимаем, сжимаем Но объем будет уменьшаться А давление уменьшаться не будет То есть, понимаем, все в ходе Вопрос в дураче оставляют без зимы Да, да, нет, значит... Частицам хочется сжиматься При шателье они сжимаются Вот так... Я делаю то, что я бы сказал на жидкости Что можно забавно рассмотреть Просто кулонское взаимодействие Вандервальцево и понять Где может находиться жизнь Что до всего до 10 килобар Там и от 100 до 1000 Я действительно так Хотел бы у кого-нибудь написать Написать Нет, все, спасибо Спасибо Очень интересно Все, спасибо До свидания АПЛОДИСМЕНТЫ